С этими морозами дни пролетели незаметно. Терпеть аномальную холодную температуру нам еще как минимум до среды. А пока пришло время подвести итоги уходящей недели. И вот чему мы посвятим ближайшие 30 минут. Прокуратура проведет горячую линию. По каким вопросам? Березняковский драматический театр выпускает книгу. О чем она? Ой, мороз! Действительно ли холодно горожанам в такую погоду? Мы отправились на опрос. Чиновники намекают на взятку и отказываются работать? Вымогают деньги? Бездействуют или нарушают ваши права? В следующий вторник можно позвонить на телефон горячей линии и вашей проблемой займутся в прокуратуре. Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Как известно, прокуратура борется с нарушениями и преступлениями в этой сфере. Во вторник, 12 декабря, старший помощник прокурора Ольга Кель проведет горячую линию по вопросам противодействия коррупции. Жители города могут сообщить о фактах коррупционных проявлений в органах власти, конфликтов, интересах государственных и муниципальных служащих, превышении полномочий и вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях и иных нарушениях прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Позвонить можно 12 декабря с 10 до 12 часов по телефону 26 43 98. И еще об одной горячей линии. В понедельник, 11 декабря, можно пожаловаться на невыплату алиментов. Звонки будет принимать Олеся Высоцкая, старший помощник прокурора. Помогут в этом судебные приставы. Завершается рабочая неделя. Мы готовы подвести итоги вместе с Еленой Силаковой. Лена, расскажи, какие темы ты выделила? Да, Жень, первая тема, это, конечно, погода. В Березняки пришли морозы. Синоптики говорят, что такая температура продержится до начала следующей недели. В Крае создан оперативный штаб, который контролирует исправность сетей. Хочу сказать, что сегодня к нам в редакцию поступил звонок, и жители сообщают о том, что неподалеку от юбилейной 69 идет пар из колодца. Мы телезрителям подсказали телефон диспетчерской Т-плюс. Я надеюсь, что ресурсники подключатся и оперативно решат этот вопрос. И мы наблюдаем, что есть локальные аварии. От себя добавлю, что мне такая погода понравилась, даже сама не ожидала. И, как говорится, больше боялись. На всякий случай достала из шкафа валенки. Всем просто нужно одеваться по погоде. Да, без нательного белья, как говорится, никуда. Давай тогда продолжим с зимней темой. Что нам известно по поводу Нового года? В Березняках прошла конференция по этому поводу. Уже начали возводить городок. Там появится девять скульптур на тему зима-лето. Там мы, конечно, увидим и главный символ – это Дед Мороз и Снегурочка. Также будут и летние мотивы. То есть и пальма будет, и будет даже стаканчик с коктейлем. То есть все будет напоминать о жарких временах. Также очень многие спрашивали, и телезрители наши в том числе, по поводу горок. Ответили, что горки будут. И мы все-таки покатаемся на площади. Но я отмечу, что не на Советской, а в городском парке. На Советской площади будет стоять только основная елка. Вся программа пройдет именно в парке культуры и отдыха. Поэтому все, кто хотят насладиться новогодними праздниками, всех, пожалуйста, туда. Я так понимаю, что там будет и новогодняя резиденция с Дедом Морозом и Снегурочкой. И также в администрации добавили, что компания «Уралкалий» выделяет 5 миллионов рублей на празднование Нового года. И также компания будет организовывать праздники во дворах, именно в округах у депутатов-колейщиков. А что касается городских тем? Есть, конечно, и городские темы на этой неделе. Березняковский городской суд вынес решение. Горожане подали иск в адрес администрации. Их беспокоит состояние домов, которые сейчас расселены, но еще не снесены. Они опасаются, что постройки стали местом притяжения детей, подростков и лиц без определенного места жительства. Более того, пожарные постоянно тратят свое время, выезжают, потому что люди балуются с огнем. Кто-то согревается и, соответственно, происходит больше возгорания. И вместо того, чтобы действительно кому-то помочь, они вынуждены выезжать на такие расселенные дома. Причем даже при нас был случай, когда возгорание только потушили, уехали и вновь кто-то поджег. То есть это уже какая-то шалость без задумки о последствиях. Администрацию обязали перегородить вход к этим домам. И вообще я отмечу, что такие расселенные заброшенные многоквартирки – это большая проблема для нашего города. Многим как будто медом намазаны. Такое ощущение, что их туда тянет. И я надеюсь, что в скором времени эта ситуация разрешится. У города получится их снести как можно быстрее. И мы увидим не просто пустыре, а уже облагороженную территорию. Большое спасибо, Лена, за итоги недели. А я продолжу выпуск. Аналитики позитивными прогнозами на следующий год не радуют. Говорят, что в новом году снова подорожают автомобили. Подробнее об этом расскажет Виктория Пеннер в рубрике «Новости коротко». С нового года все новые автомобили подорожают в России. Сейчас производители заморозили цены, но планируют в 2024 году повысить их. Стоимость автомобилей вырастет почти у всех брендов. Все дожидаются нового года, чтобы сбалансировать курс валюты и стоимость. Об этом заявил генеральный директор дилерского хоудинга «Автодом» Андрей Ольховский. Также, когда новые автомобили подорожают, авто с пробегом автоматически взлетают в цене. Особенно это сказывается на машинах в возрасте от 3 лет и в хорошей комплектации. В Пермском крае самая высокая средняя цена на бензин в Приволжском федеральном округе. К примеру, в Пермском крае дизельное топливо за неделю подорожало с 63 до 64 рублей за литр. За три месяца стоимость литра дизеля в регионе увеличилась на 1 рубль 28 копеек. В то же время произошло небольшое снижение цен на бензин. Это следует из данных Росстата. Но Пермский край занимает первое место по высокой стоимости топлива. Реконструкция железнодорожного вокзала Пермь-2 начнется не раньше лета следующего года. Предполагается строительство автобусного терминала со стороны улицы Барамзиной и в будущем улицы строителей. Они будут объединены с залом для пассажиров. Также планируется строительство высоких посадочных платформ. Сейчас проект проходит корректировку переносов сроков. Строительство, скорее всего, связано с тем, что проект оказался слишком дорогим. Работы оценивали более чем в 2,5 миллиарда рублей. На новости коротко подготовила Виктория Пеннер. 8 декабря – Международный день художника. Это праздник не только профессионалов, но и любителей живописи. В нынешнее время мастера не только пишут картины. Они создают декорации театральных постановок, рисуют оформления для телеканалов и студий. А еще они иллюстрируют книги. Скоро в библиотеках города появится издание про наш Березняковский драматический театр. Кто принимал участие в создании, расскажем далее. Кто же Гоголь? Где Гоголь? Где Гоголь? Гоголь, вот он, ваш Гоголь. Николаю Степановичу 80 лет. Художник-иллюстратор. Признается, любовь к рисованию была с детства. Мама приносила ему чернила с химического завода. За время работы в театре работал над тремя книгами. Теперь есть и четвертая. Николай Корякин работает над изданием про театр. Когда сам стал оформлять спектакли, ходил в театр постоянно консультироваться, смотреть, как пишутся декорации, как вешаются эти декорации, как работает художник. На обложку вынесли изображение здания, как оно выглядело еще в 1937 году. В те годы многие шутили, что наш театр похож на баню, после к нему пристроили колонны. Книга включает в себя более 150 страниц. Восстановили все 88 театральных сезонов и все руководство. Анна Марченко отмечает книга, расскажет про возникновение театра на Урале, историю Березняковского драматического театра, судьбу актеров, о видных деятелях театрального искусства. Многих людей ты знаешь лично, многих я слышала, потому что я в театральной семье выросла. И очень волнительно кого-то забыть, о ком-то не полностью сказать, что-то упустить, какие-то детали или наоборот уйти в какие-то эмоции. Проект по подготовке и изданию книги «Просто про театр» реализован в рамках гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. В ближайшее время книга появится в библиотеках города и в театре. Виктория Пеннер, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья. Камский фестиваль – это не только возможность зрителей познакомиться с театрами других городов при Камье, но и возможность для артистов попробовать себя в новом амплуа. На одну из режиссерских лабораторий заглянула и наша съемочная группа. Вызывайте царя! Будет брошен жребий вторично! Режиссерская лаборатория – это формат, в котором театральные коллективы всесторонне развиваются. В рамках Камского пятого фестиваля, который вошел в событийную программу «Трехсотлетие Перми», в Березняки приехали театры со всего Прикамья. Каждый год он проводится на разных территориях Пермского края. В Березняках – во второй раз. Проводит его агентство новых технологий при поддержке Министерства культуры Пермского края. Мероприятие не только для самопрезентации на другой земле, но и для получения опыта. «Твоя! Трон отдать тебе! До края наполнить чаши свадь и назвать всем тебя!» Участники разных театральных коллективов перемешиваются между собой. То есть в новообразованный коллектив попадают актеры из Березняков и, например, Кудымкара. Во главе встают приглашенные режиссеры. Их задача за короткий промежуток времени – приготовить и презентовать эскиз. «Пал мощный! Но кто же? Боец или бык?» В этот раз нужно было показать поэтическую драматургию. Выбор пал на пьесу Марины Цветаевой «Ариадна». Режиссер картины считает, что история как нельзя лучше подходит, чтобы выполнить задачу лаборатории и выбить артистов из привычных рамок. «Для артистов из разных мест, когда возникает такое экстренное погружение в материал, с незнакомыми партнерами, аккумулируются какие-то новые свойства, слышание друг друга, пристроек». Не только артисты набираются опыта на Камском фестивале. Например, учредители и директора театров на обсуждении под началом заместителя министра культуры Пермского края Веры Рябковой коснулись многих тем, сколько в следующем году будет выделено из бюджета на нужды муниципальных театров. На этом же заседании и озвучили, что по выручке Пермский край входит в тройку лучших по России с цифрой чуть больше 77 миллионов рублей. «У нас в пятерку лучших по Российской Федерации входит театр-театр. Значит, не отстает практически от него театр оперы и балета. Ну и, конечно, все территории, в которых есть театры муниципальные, они показывают нам прирост ежемесячный, ежеквартальный». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал важность развития культуры в особенности среди молодежи. Власти при Камье заинтересованы поддерживать театральные коллективы, чтобы те, в свою очередь, привлекали к культурному досугу население. «Постановки наших театров и студий востребованы не только у местных жителей, но и у зрителей по всей стране. При Камье не зря называют одной из театральных столиц России. Отмечу, этот вид искусства помогает по-другому посмотреть на сложные вопросы, волнующее общество, расширяет культурный кругозор и открывает новые горизонты для каждого». Камский фестиваль завершился. За пять дней работы артисты познакомились с новыми приемами, поучаствовали в эскизах, а Березняковский зритель открыл для себя новые театральные коллективы. Фестиваль «Путешественник» движется дальше. В следующем году фестиваль «Камский» принимает Чайковский театр драмы и комедии. Евгений Казанцев, Даниил Буторин, Степан Мекрасов. Новости Верхниками. Во время резкого снижения температуры все муниципальные организации переходят в режим готовности для предотвращения коммунальных происшествий. Обо всем подробнее расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Верхниками сегодня». Здравствуй, Верхниками! В Губахе провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций со всеми коммунальными и дорожными службами. Аварийные бригады управляющих компаний и ресурсоснабжающие организации энергетики переведены в режим повышенной готовности. Переходим к Красновишерску. Руководство музыкальной школы обязало всех педагогов подписать приказ о том, что каждый ученик, пришедший в мороз на занятия, должен после учебы быть доставленным домой учителем. Это делается в интересах детей, в избежании обморожений. Перемещаемся в Соликамск. В минувшие выходные в Соликамске состоялось открытие лыжного сезона. В лесном массиве села Тахтуева на лыжи встали как любители, так и профессионалы. На открытие пришли более 120 участников. Были гости из Березняков, Красновишерска, Александровска и Перми. Стиль соревнований – классический вид катания на лыжах. Дети демонстрировали уровень подготовки. Впереди более 30 зимних стартов. 10 из них будут проходить в Соликамске. Рубрику «Верхниками сегодня» подготовили Виктория Пеннер и Степан Некрасов. Эта погода напомнила нам о том, что скоро Новый год. Среди бытовых дел появился и список продуктов, которые нужно купить. Многие готовят не только оливье и селедку под шубой, но и закуски с икрой. Купить ее можно на выставке «Икра и рыба Камчатская». В преддверии Нового года самое время запастись чем-нибудь вкусным. А что может быть лучше рыбных деликатесов? У березняковцев есть отличная возможность прикупить впрок дальневосточных деликатесов. На выставке «Икра и рыба Камчатская». Полакомиться сейчас или оставить до праздников – решать вам. На выставке представлено более 35 видов морских деликатесов. Паутус, тунец, нерка, омуль и жемчужина моря. Красная икра – настолько нежная и вкусная, что тает во рту. А какой красивый цвет чаевыча! Королево волососелых полезна благодаря богатому витаминно-минеральному составу. Помогает улучшить кровообращение и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А благородная белорыбеца богата йодом, никелем, хромом, цинком и полезна даже детям. Вся рыба коптится на опилках вишни, яблони и груши. Именно поэтому ее утонченный вкус оценят гурманы. Дела чивычу, горячего копчения. Это себе удовольствие вместо кофе и чего-то еще другого. А почему чивычу? Она жирненькая, омега-3, омега-6, по-моему, там все есть. Чивычу, чтобы побаловать своих близких. На Новый год. Все транспортируют в готовом виде, сохраняя полезные витамины Д и В, говорят продавцы, что актуально в сезон простуд. А также рыба отлично переносит заморозку и не теряет своих свойств. Торопитесь, чтобы не упустить шанс попробовать вкуснейшие деликатесы. Выставка «Икра и рыба Камчатская» работает до 9 декабря включительно. По адресу улицы Пятилетки, дом 67, первый этаж. Карина Воложна, Степан Некрасов, Новости, Вертникамья. Мы морозов не боимся, поэтому решили выйти с опросом на улицу. Тема банальна и проста. Тепло ли вам в такие морозы? И как показало общение, жителей Урала напугать тяжело. Мы люди уральские, привыкли к морозам. Нас не берет. Положительно. А почему? Тепло, хорошо, нормально. Урал у нас. Очень плохо. Почему? Потому что холодно. Нормально, я из Сибири родом. Никак бы не привыкать. Ручки щипают, надо быстрее идти. Пошла быстрее, все. Давление было перед морозами, это да. А так нормально. Замечательно. А почему? Нравится зима, ведь Урал. И это еще не все новости. Сразу после прогноза погоды смотрите проект «Проавто». Елена Силакова расскажет про новый черри Ариза 8. А я же с вами прощаюсь. В студии работал Евгений Казанцев. Всего доброго и хороших выходных. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березники, улица Ленина, 47, офис 243. В субботу 9 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду. В Березниках ночью минус 35, днем минус 32 градуса. В Соликамске минус 27, в Александровске минус 33, в Губахе минус 31 и в Кизеле 32 градуса со знаком минус. 9 декабря ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Печати, штампы, гравировка, пломбиры и металлические печати. Березники, проспект Ленина, 47, офис 243. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова